Минеральная сырьевая база Эта тема стала волновать после 2022 года Стала более-менее живой и актуальной Поэтому давайте посмотрим, что же у нас происходит В принципе, для того, чтобы вам напомнить, что это такое И вообще обратиться к классификации То в соответствии с ГОСТ 9169.75 Сырье глинистое для керамической промышленности Глины у нас разделяются по разным Минералогическим, своим технологическим параметрам Но основным является показатель их огнеупорности Огнеупорные, тугоплавкие, легкоплавкие Мы сегодня поговорим о двух огнеупорных тугоплавких Потому что это наиболее интересные глины Которые используются во многих технологических процессах А легкоплавки относятся к общераспространенным В принципе, хорошо представлены, эксплуатируются на территории Центрального федерального округа и России в целом Поэтому здесь не сказать, что есть какая-то проблема Говоря еще о огнеупорных глинах Я буду говорить косвенно о коалинах Потому что по сути, по своей, та же огнеупорная глина Только вынесенная у нас в отдельный государственный баланс Ну а соответственно, государственные балансы у нас так и распределены Вот так же учет и ведется Одни упорные, тугоплавкие глины Вот, так что же из них делают? Ну, вот если мы посмотрим, например, вокруг себя У нас есть металлоконструкции Где-то внизу есть цемент, бетон Вот, где-то там каменная вата Где-то гипсокартон Ну а на полу лежит керамогранит Вот один из актуальных продуктов Из получаемых при применении огнеупорных тугоплавких глин Значит, соответственно, следующее у нас что? Это кирпичные изделия, но это большинство Большинство потребляемого Уходит потребляемый глин на него Вот, кислоты упорные Прочие виды керамики И вот если вы посмотрите на диаграмму такую Она довольно простая и схематическая Вот, там определенные облака нарисованы И подписано, что какое значит То есть, если мы ткнем пальцем Возьмем химсостав своих глин Ткнем пальцем вот внутрь этой диаграммы То мы, соответственно, попадем в то, чего мы можем ожидать От нашей глины Хочу отметить, что здесь важно содержание глинозема То есть, алюминий 2О3 Вот модуль его по оси вертикальной представленной Горизонтальной у нас содержание красящих окислов и щелочей То есть, железа, титана и щелочей Давайте посмотрим, что же у нас творится с минерально-серевой базой Значит, на сегодняшний день Смотрим на минерально-серевую базу огнеупорных глин Вот, она здесь представлена по Центральному федеральному округу И отдельно по России Смотрим на проценты ее освоения То есть, Центральный федеральный округ 13% освоено Из всех месторождений, которые есть В России 12% Смотрим на тугоплавкие глины Ну, ситуация чуть поинтереснее Но, тем не менее, все равно цифры не такие значимые То есть, 33-36% Коалиновые глины, соответственно, на 23% освоены А теперь посмотрим на динамику добычи Да, там были определенные кризисные события Вот, пришедшие на 16-й год Когда был спад потребления в целом керамики В добыче Вот Но, тем не менее, видно, что она более-менее стабилизировалась И за последние годы На потреблении всех видов керамических глин Находится где-то порядка 3,3 миллиона тонн ежегодно Также особо хочу отметить на ваше внимание Чтобы вы посмотрели на зеленые столбики То есть, как они Это калиновые глины Как они стали расти Относительно доли всех остальных глин И это произошло как раз С 19-го, 20-го, 21-го года Сейчас еще выше Так, ну, посмотрим, как эта минерально-серевая база У нас распространяется в Центральном федеральном округе Минеральных, тугоплавких, огнеупорных глин Вот Соответственно, зелененький Это у нас распределенный фонд Желтый, нераспределенный Видно, что все это тяготеет Распределенный фонд тяготеет К южной части, к черноземью Вот, действительно, там находятся самые Наиболее качественные месторождения С сырьем, которое Наиболее интересна Нидропользователям на сегодняшний день Представительность Разброс у нее все равно Неравномерный А как располагаются предприятия Которые эту глину потребляют Вот Ну, здесь мы видим тоже В основном преимущественно это Московская область Вот, южные регионы Но более-менее равномерно А там вот Нанесена минерально-серевая база На заднем фоне И видно, что не всегда Производство, оно коррелирует Именно с самим месторождением С собой минерально-серевой базой То есть, ну, исторически так сложилось Там, или в силу того, что Есть необходимые производственные центры Но, тем не менее, вот Четкой корреляции нет И понятно, что производители работают В том числе и на привозном сырье Ну, теперь такой самый интересный вопрос Сколько же денег было потрачено На тугоплавки огнеупорной глины Как мы видим, да Всего несколько объектов за последние годы Шло за счет средств недропользователей Там, ну, не такие уж большие деньги Не такие значимые объемы Тем не менее, появилось два объекта Вот Что же делает государство? Ну, государство вот сейчас Значит, ведет в Центральном федеральном округе Милославскую площадь Это Рязанская область Сейчас уже работы завершаются Подготавливается оценка прогнозных ресурсов В принципе, получается объект Ну, более-менее интересный по качеству По своим характеристикам Так, ну, а теперь я предлагаю поговорить О импорте Значит, если мы посмотрим на эту табличку Вот за последние годы Видим, что постоянно, ну, более-менее Импорт возрастал И специально отдельно желтым цветом Я выделил именно Украину Обратите внимание, что большая часть импорта Приходилась именно на эту страну Вот А ввиду событий, которые произошли в 22-м году Весь этот импорт прекратился И недропользователи столкнулись действительно С дефицитом сейчас Глины, качественной глины Которая, ну, в силу там И исторических особенностей И своей уникальности Потому что не только Россия Импортировала эту глину Это там Италия, Испания И прочие европейские страны Да, это действительно уникальное Керамическое сырье Вот Но ввиду того, что произошли события Сейчас Наблюдается это ограничение И недропользователи, в общем Ищут возможности Использования отечественного сырья И вот На предыдущих слайдах Просил вас обратить внимание На увеличение добычи коалина Вот это, собственно, уральские коалины Дают это увеличение Внутреннего потребления Но, тем не менее, как бы Уральские коалины Не способны по своим качественным характеристикам Конкурировать с украинским сырьем В силу чего Давайте посмотрим на следующий слайд Здесь я привел для примера Основные объекты Центрального федерального округа Их качественный состав Вот внизу, вверху вы видите Один из лучших объектов Его технические требования Которые находятся у нас здесь в России В Центральном федеральном округе Латнинское месторождение А внизу у Часовьярское месторождение Ну, считалось, в общем-то Лучшим месторождением глин В Советском Союзе Да и его сырье используют во всем мире Вот Здесь нам стоит обратить на несколько аспектов Первый аспект Это содержание глинозема Видите, в основном Вот те марки, которые есть Они в значительной степени Содержат алюминий 2,3 Что мы не можем найти В имеющейся у нас Минерально-сырьевой базе Соответственно, красящие окислы Это железо, титан, прочее Ну, значения, если мы посмотрим Наше месторождение В большинстве из них довольно высокие Здесь, ну, как мы видим У качественных сортов Эти значения довольно низкие Вот Ну, а что, собственно, нам это дает Да, то есть Понятное дело, что Алюминий там Это какие-то огнеупорные свойства Значит, хорошие керамические свойства А железо и титан Окрашивают глину И, соответственно, мы Мы, так или иначе, когда готовим Какую-нибудь шехту Ну, например, для кирпича Добавляем в нее Оксиды железа, титана Вот Но Если мы имеем Как бы неоднородную Более Цветастую Шехту То, соответственно, нам проще Что-то добавить Чтобы получить однородный цвет Нежели Соответственно Подбирать там Исходное сырье Вот Поэтому это тоже Немаловажный фактор Ну и плюс влияющий в целом На весь процесс Так что же Ну Все предприятия, которые Производят Керамическую плитку Они используют Именно какие-то привозные Да нет Ну Многие базируются На каком-то месторождении Готовят шехту То есть смешивают Разные глины В том числе Вот Высококачественные глины Которые поставлялись Из Украины Они в этой шехте Участвовали И Добавили Ну Позволяли Создавать Шехту того Качества Которые В общем Оптимальны Для Для Изготовителя Керамической Продукции Что же у наших Зарубежных коллег По этому вопросу А по этому вопросу У наших Зарубежных коллег Ну вот Например В Голландии Есть такие Хабы Есть Хабы В Испании Вот Где С разных Месторождений Совершенно разных Там в том числе Мировых Свозятся Значит Глины Вообще Ингредиенты Для Керамической Шехты То есть Это и полевые Шпаты Там и пески И прочее Прочее И все это Аккумулируется И по заказу Производителя Готовится Готовая шехта Фасуется В бигбеги Отправляется Конечному Потребителю Буквально По всей Европе Керамическому Заводу В принципе Центральный Федеральный Округ Обладает Очень развитой Инфраструктурой Не сказать Что таких Попыток Организации Подобных Предприятий Не было Центральном Федеральном Округе Они были Вот Но Тем не менее Это все Более-менее Локальное Там вот Например На базе Месторождения Большая Карповка Подобные Вещи Делали Но тем не менее Вот такого Значимого Какого-то Надо смотреть Как все это С экономической Точки зрения С организационной Возможно Но тем не менее Как бы Как идея Которую Можно позаимствовать В принципе Она реализуема Вот Ну и что же Конечно У нас Произошли события Появились новые регионы Появились вот эти Месторождения Которые есть Поэтому в принципе В ближайшее время Мы наверное Будем ожидать Того что Дефицит сырья Будет исчерпан Качественного сырья При этом Значит Качественного сырья Дефицит И например Вот уже было Введено В эксплуатацию Месторождение Белая Балка Донецкой Народной Республики И первые Поставки сырья Были Ну так что же Если у нас Появились эти Новые месторождения Нам необходимо Вводить В эксплуатацию Точнее Не нужно Вводить в эксплуатацию Весь тот Распределенный Фонд Который есть Нет В принципе Вот эта Глобальная Масштабная Минерально-сырьевая База Которая есть Это как бы Ну следует На это смотреть Как на базовые Значит Источники Сырья Которые С добавлением Более Качественных Более Качественных Глин Да Получают Ну или там Других Керамических Компонентов Значит Дают возможность Получать Более Высококачественный Продукт Поэтому Сейчас Вот смотря Да На всю Минерально-сырьевую Базу Нужно именно Сконцентрироваться На тех Видах Полезных Скопаемых Которые Ну не Видах Полезных Скопаемых А на тех Глинах Которые Качественные Показательные Боевые Высокие Имеют В принципе Если мы Посмотрим Вот на другие Виды Полезных Скопаемых Что я хотел Сказать Мы увидим Ту же Самую Картину Ну или Близкие Многие Аспекты По которым Мы видим Большую Минерально-сырьевую Базу Но очень Маленькую Долю Полезных Скопаемых Которые Это Месторождение Которые Эксплуатируются На сегодняшний День Поэтому Как бы В заключении Хочу сказать Что Необходимо Более Целенаправленно Проводить Георазведочные Работы Исходя Из тех Потребностей Которые Есть у Недропользователя И Приготовление Ну готовых Шифт С использованием Более качественного Минерального Сырья Спасибо Спасибо Филипп Николаевич Хотелось бы Добавить Что По Милославской Площади У нас На самом деле В этом году Заканчивается Государственный Контракт Я думаю Что в скором Времени Тугоплавки И глины Будут поставлены На запас Но кроме того У нас На флангах Есть также Перспективные Площади Я думаю Что в ближайшее Время Будет подготовлено Обоснование Постановки Работ И я думаю Это будет Очередной Контракт И думаю Дефицит Мы по Данному Минеральному Сырью Закроем Закроем Полностью Спасибо Большое Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует